Большинство из вас испытывает стресс из-за того, что думает о слишком многих вещах одновременно На самом деле, люди чего-то не делают не потому, что не могут и не потому, что не хотят Но из-за того, как они фокусируются или, как я это называю, рубят дела ломтями Когда люди чего-то не доводят до конца, вот что они делают Такой пример Кто из сидящих здесь знает, что физические упражнения очень важны, но при этом не занимается регулярно Поднимите руку, поднимите Руку больше, чем хотелось бы, да? Ну ладно А кто занимается регулярно, поднимите руку Регулярно Ага А кто даже знает, что это важно, не занимается регулярно, только будьте честны Хорошо, давайте посмотрим, в чем разница Те, кто не занимаются регулярно, поднимите руку и скажите, почему вы этого не делаете Только честно Да, сэр У меня нет времени А это правда? Даже он знает, что это неправда Он первый говорит, нет Но кажется, что времени у него нету Потому что время – это эмоция И он сфокусирован на получении результата в стольких вещах, что добавить еще одну к списку, кажется, будет уже перебором Верно? Ведь другие вещи очень важны для него, такие как его бизнес И у меня нет времени, у него есть время В чем реальная причина того, что он не делает это? Потому что он сосредотачивается на упражнениях, думая о том, что это ему будет стоить И это сильно отличается от того, как сосредотачиваются люди, доводящие дело до конца Какие мысли у вас связаны с занятием? Стало быть, он думает, я должен добежать 14 милей лондонского марафона И хотя мысль добраться до 14 милей куда скромнее, чем добраться до 25-й Но даже она не накладывается в мои головы И вот это я и называю Нарубил дела ломтями Он не думает о том, чего хочет Но о том, что болезненно Перед вами был отличный пример Он даже не думает о победе или успехе И шанс, что он доберет до конца дело, которое ассоциируется с такой болью Когда вместо этого он может сейчас прям заниматься вещью, в которых компетентен и успешен Его шансы завершить дело очень невелики Кто понимает, о чем я? Скажите я Он сосредотачивается на неудаче Он сосредотачивается на боли Вот почему ему не удается довести дело до конца Кроме того, он фокусируется на 14 миле лондонского марафона Вместо сосредотачения на сегодняшней тренировке Что из этого обескураживает сильнее? И вот еще о чем он думает О процессе, а не о результате или плодах, которые хочет получить И когда вы думаете о том, что вам будет что-то стоить Оказывается, что довольно много И вам уже не хочется этого делать Итак, он заваливает себя самого ломтями Пытается съесть хвост кита, не откусив ни кусочком Хвост оказывается слишком крупным Тогда он говорит, ладно, я сделаю это когда? Попозже Так говорят мои встроительские друзья Попозже И, конечно, проблема с переносом дел на завтра В том, что когда оно наступает, становится сегодня Завтра никогда не наступает Так что вы продолжаете обещать самому себя Кстати, что с вами эмоционально происходит, если вы нарушаете свои обещания? Или не выполняете то, что считаете важным? Это увеличивает вашу уверенность в себе? Нет Оно разрушает ее А разрушая уверенность в одной сфере, будет влиять на разрушающиеся в других сферах Верите мне? Не верите мне? Но что говорит ваш жизненный опыт? Может быть не в одной сфере, но когда это происходит в нескольких сферах, то точно Другая причина не делать упражнений или не делать чего-то другого В том, что дела порублены не только слишком крупно, но еще и на слишком много частей Вот вам отличный пример Однажды я спросил одну женщину Насколько важны физические упражнения? О, упражнения очень важны Правда? Ладно, хорошо Так скажите мне, почему же вы не занимаетесь регулярно? Ну, у меня просто нет времени Хорошо, так все отвечают, звучит прекрасно Ну, скажите ко мне Не рассказывайте, как мало времени у вас Скажите вот что Когда вы думаете о тренировке, о чем вы думаете? Иными словами, на чем вы фокусируетесь? И вот эта женщина отвечает мне Боже мой! То есть, то есть, что вы имеете в виду? О чем я думаю? Ну, давайте предположим, я говорю вам, что вы должны тренироваться И приставляю пистолет в голове вашего ребенка И буду делать ужасные вещи, причинять ему много боли, если вы не станете заниматься Тогда вы тренироваться сможете? О, да, я смогу тренироваться Ну, вы знаете, что если Мафиози пришел и сказал Я убью ваших детей, если вы не станете тренироваться ежедневно Кто из вас не смог бы найти время тренироваться Несмотря на то, какой бы жесткий график у вас ни был Так что запомните Изменения никогда не обусловлены возможностями Они всегда обусловлены мотивацией Я повторю еще раз Изменения никогда не обусловлены возможностями Они всегда обусловлены мотивацией или желаниями Должны быть хорошие причины Если они у вас есть, вы смогли бы найти время, правда? Таким образом, важнейшая часть управления временем и жизнью – это знать, чего вы хотите и иметь достаточный причин идти до конца. Но есть еще один момент. Если у вас достаточно причин и желаний, но вы сделаете свою задачу подавляющей, она же вас просто раздавит. Так что я сказал этой женщине, забудьте, что я говорил раньше. Предположим, вы серьезно хотите потренироваться и будете тренироваться регулярно. Что бы вы делали? Что это подразумевает? На чем бы вы сфокусировались? Она отвечает, ну, если бы я собирался регулярно тренироваться, я бы должна была найти клуб. Я говорю, хорошо. И что потом? Ну, вы что, хотите вообще, чтобы я вам весь процесс рассказал, что ли? Ну да, да, расскажите мне весь процесс, вас путь до тренировки. Но, боже мой, мне бы пришлось лезть в интернет и найти там клуб поблизости моего дома. Мне бы пришлось всех просмотреть, решить, какой самый близкий, а какой самый милый. Сходу этого не сделаешь, и мне бы пришлось искать и читать в сети про каждый из них, чтобы почувствовать, посмотреть на фотографии. Но, конечно, вы знаете, что фотографии у них все подрисованы, и они показывают не то, что на самом деле. Так что это совсем не так просто. И мне бы пришлось сеть в машину и искать это место. Придется пользоваться гугловским маршрутизатором, но, вы знаете, он часто ошибается. Так что, когда я приеду на место, окажется, что я совсем не туда приехал. Мне придется звонить на мобильный телефон и пытаться запомнить направление или пытаться записать его. Ну, конечно же, у меня не окажутся с собой ручки. Знаете, как это бывает, когда вы сидите в машине. В конце концов, я найду ручку, запишу маршрут и попробую его запомнить. Доеду до места, теперь мне нужно парковаться, брать торговочный талон и найти место для парковки. Когда я это сделаю, я пойду вовнутрь. И что, я же не смогу просто так взять и пройтись там осмотреться. Они будут все равно со мной ходить. Кто-нибудь, какой-нибудь продавец захочет меня сопроводить и будет показывать то, показывать все. Весь персонал свой покажет. И даже, предположим, что я захочу купить абонемент, я не могу просто взять и отдать им кредитку. Они должны будут получить от меня заполненную форму, как будто мне два года. Ребята, ну, отвяжитесь от меня уже и заполним форму. Надо будет оплатить ее. И они будут пытаться продать мне 10 миллионов лет членства, когда я хочу просто попробовать на полгода их тренировочный клуб. А после этого они будут сделать мою фотографию, которая будет хуже, чем на моих правах. Ладно, предположим, все это сделали. Что мне нужно делать, чтобы тренироваться? Я пойду в раздевалку, мне придется засунуть свои вещи в маленький шкафчик, в котором они все помнутся, выпадут и помнутся еще раз. Предположим, я это сделаю. Пойду я в тренировку. Мне дадут какой-нибудь тренер, который будет говорить, что я должен делать. Ну, ладно, предположим, я буду заниматься самостоятельно. Я подхожу к первому снаряду. А там сидит какой-нибудь вонючий, потный человек, после которого все сидение мокрое. Так что мне придется снять полотенце, все это протереть, потом настроить веса. И я не знаю, какой вес мне нужно. Придется перенастраивать, доказываться, как это сделать. А когда я закончу, надо будет вытереть за собой, идти искать второй тренажер, на котором уже наверняка опять сидит какой-то потный человек. Мне снова надо будет протирать и настраивать веса. И когда все это сделаю, снаряд за снарядом, за снарядом, за снарядом, мне снова возвращаться в раздевалку. И снимать потную одежду, которую я положу в машину, которая там наверняка будет вонять. После этого я пойду в душ или пойду в сауну, где мне придется смотреть на все эти тела, на которые я не хочу смотреть. Потом придется причесаться, накладывать макияж снова, макияж с нуля. Все, придется делать, каждую маленькую детальку. И затем я надену одежду, которая уже помятая. Просто прекрасно. Но потом я не могу уйти, потому что мне надо идти проштамповать свой парковочный талон, чтобы не платить за парковку. Искать, где моя машина, которую я уже не знаю, где она. И только тогда я смогу уехать. Фу, вот что нужно сделать, чтобы потренироваться. Ну ладно, а что нужно поесть? Просто сделать это, что вы имеете в виду, просто. Ну я не знаю, какую хню вы предпочитаете, итальянскую. Ладно, я знаю дюжину мест, поехали. Так, что это значит? Смотрите, поесть это один ломать, а тренировка это 3229 ломтей. На каждом из которых я задумываюсь о всех последствиях, всех элементах, всех деталях. И поэтому не делаю этого. Люди заваливают себя ломтями. То, на чем вы сосредотачиваетесь, определяет то, что вы чувствуете. А то, что вы чувствуете, определяет ваши действия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!